Вопрос. Есть ли решение проблемы привыкания? Когда я читаю определенную суру, я чувствую смирение и благоговение. Но через несколько дней это смирение ослабевает. Мое сердце словно привыкает к пониманию смысла аятовой этой суры и привыкает к размышлению и как будто довольствуется этим. Также с некоторыми мольбами, дуа. Есть ли какое-либо решение этой проблемы? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, слово привычка, обычай имеет нейтральный оттенок. Привыкание к благому, непоколебимое и совершение праведного деяния без затруднения является благом для человека. В хадисе упоминается, благо есть привычка, а зло – настойчивость. Сообщается от Айши, да будет довольна нею Аллах, что она сказала. У посланника Аллаха, мере ему благословения, была циновка. Он ставил ее в виде комнатки ночью и совершал в ней молитву. После люди стали совершать такую же молитву, как и он. Днем же он растелал ее. В одну из ночей люди вскочили на ноги, когда он вышел. А он сказал. Люди, совершайте и сделайте, что можете. Воистину, Аллах не прекратит награждать за благие деяния, пока вы сами не станете испытывать скуку. Истинно, среди всех деяний раба, Аллаху больше всего любимо то, которое исполняется постоянно, даже если оно незначительно. Если род Мухаммада исполнял какое-то дело, то потом придерживались его совершения постоянно. Как сказал Абу Ат-Таиб, каждому человеку будет то, к чему он привык. Известно, что величайшими причинами постоянства раба Аллаха в пути к Аллаху являются те виды поклонения, которые человек совершает постоянно, которые он привык выполнять, которыми он не пренебрегает, к которым не проявляет небрежности и которые не ленится совершать. Таковы были деяния пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Постоянный, непоколебимый и продолжительный. И члены его семьи, если исполняли какое-то дело, придерживались его совершения постоянно. Во-вторых, что касается привычки или обычая, когда человек совершает поклонение автоматически и бездушно, то такое состояние опасно для человека, ему следует обратить на это свое внимание. Награда при совершении поклонения связана с присутствием сердца, как сказал Всевышний Аллах. Воистину преуспели верующие, которые смирены во время своих молитв. В поклонении очень важно присутствие сердца, чтобы оно не отвлекалось ни на что иное. Шейху Ибн Базуда, помилует его Аллах, задали вопрос. В одной из книг я прочел совет о том, чтобы человек не превращал поклонение в привычку. Как мусульманин может из поклонения Аллаху сделать поклонение ради Аллаха и не делать это привычным для него делом? Он ответил, значение этого совета в том, чтобы ты не превращал молитву в привычку, а совершал ее ради приближения к Аллаху, а не потому что это обычаи. Если ты станешь совершать молитву Духа, то совершай ее ради приближения к Аллаху, а не из-за того, что это у тебя такая привычка. И также, если ты станешь совершать ночную добровольную молитву Тахаджуд, совершай ее ради приближения к Аллаху, потому что она является поклонением, а не просто привычкой и обычаем, или потому что ее совершал твой отец или мать. В-третьих, действия, которые помогают присутствию в сердце во время поклонения. Первое. Разнообразие. Следует делать поклонение разнообразным. Совершать молитву, читать Куран, поминать Аллаха, давать милостыню, проявлять благочестие по отношению к родителям, поддерживать родственные связи, навещать больных, сопровождать покойного во время джаназа и т.д. По милости и щедрости Аллаха поклонений много, и они разные. Второе. Терпение в удержании намерения во время поклонения. Ибн-Уль-Каим сказал, терпение во время совершения деяния. Раб Аллаха постоянно проявляет терпение и не поддается зову сократить это деяние или совершить его небрежно. Он придерживается терпения во время воспроизведения намерения. Стоя перед Аллахом, человек заставляет присутствовать в поклонении свое сердце, чтобы не забыться. Главное не в том, чтобы просто выполнить веление Аллаха, а важность состоит в том, чтобы не забыть того, кто велел совершить это деяние во время этого деяния. Человек должен помнить об Аллахе во время своего деяния. Таково поклонение искренних рабов Аллаха, которые совершают его только ради Него. Человек нуждается в терпении для того, чтобы отдать поклонению должное, совершить все его главные составные части, обязательные действия и желательные. Также рабу Аллаха следует проявлять терпение и всегда помнить, что Аллах видит его. Пусть он не отвлекается от Него посредством поклонения. Пусть направленность сердца к Аллаху не мешает человеку совершить поклонение телом, и наоборот, пусть совершение поклонения телом не мешает ему совершить его перед Аллахом сердцем. Третье. Усердие в мольбе. Дуа. Мольба является одной из важных причин, которые помогают совершать поклонение с присутствием сердца и помню об Аллахе. Четвертое. Не оставлять деяния. Это способы, к которым прибегает шайтан, мешая человеку совершать деяние из-за того, что сердце не участвовало в нем. Верующий должен остерегаться этого и, напротив, должен продолжать совершать деяние. Пятое. Подготовка к поклонению и готовность совершить его, а также отдаление от всего, что отвлекает от поклонения. Передается отдыхающий, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, молитва не совершается, если подали еду, и нет молитвы у того, кто сдерживает малую и большую нужду. А Аллах знает лучше.